Харьковщане Юлия Николай Герасименко основали улиточную ферму во дворе своего частного дома. Заниматься бизнесом они начали полгода назад, когда вражеская ракета уничтожила их автомастерскую, и семья тогда осталась без средств к существованию. В эвакуации загорелась идея разводить именно улиток, а вернувшись в Харьков купили первое поголовье моллюсков. Что из этого вышло, знает Наталья Белокудря. Сверху мы еще не успели его облагородить, но все впереди. Проходите, пожалуйста. Вот наш маточник. Вот эту улитку мы купили в конце марта. И с учетом всех условий, которых я уже назвала, определенная температура, определенная влажность, она начинает нести икру. Юлия Герасименко по образованию педиатра до войны об улитках ничего не знала. Сейчас она может рассказывать о них часами. Говорит, когда купили первое маточное поголовье, полгода назад учиться пришлось на ходу. Около двух недель необходимо после пробуждения улитки, чтобы она пришла в чувства, адаптировалась к новым условиям, и потом только начала спариваться. Вот у нас она начала спариваться на третий день после пробуждения. И для нас это такой стресс был, потому что мы ничего не успевали, так как мы только начинаем, и финансовые возможности у нас тоже очень ограничены были. Чтобы создать новый бизнес с нуля, супруг Юлии Николай продал машину. В самом начале вторжения его СТО, которое он развивал 17 лет, было уничтожено вследствие ракетного удара. Все равно это, естественно, трагично, потому что очень много души туда было вложено. Да. И все время хотелось, скажу, развития, развития, развития. Теперь супруги все время вместе. Разведением улиток заняты 24 часа в сутки. Николай утверждает, появление фермы заставило его переосмыслить цели в жизни, и он готов распрощаться с предыдущим бизнесом. В малярку, да, брошу. А зачем? Я хочу просто большего как-то развития. Знаете, вот как супруга хочет экскурсии, а я как бы сам такой, чтобы много приезжало людей, детей сюда, как бы они просто получали много удовольствия и знали, что есть такое место, где они могут отдохнуть. Как бы поэтому, а в малярке что? Ну, разве только здоровье тратится. Ну, как бы, до всех денег не заработаешь. Хватит. Сергей Еньшин, партнер супругов Герасименко, познакомился с ребятами во время войны, когда Юлия и Николай были вынуждены эвакуироваться в безопасное место. Сергей раньше занимался строительством, сейчас тоже строит. Жилище из дерева, где будут расти и развиваться улитки. Мне очень нравятся все эти собирания, стройки, все это мне очень нравится. А это настолько новое. Здесь все нужно придумать самому, потому что, как такой информации в интернете, очень мало. Это все, у всех свои секреты. Первый улиточный сезон у совладельцев фермы проходит очень успешно. С января они уже успели собрать 30 килограммов икры. За эти перламутровые бусинки рестораторы в Европе готовы платить от 500 до 2000 евро за килограмм, рассказывает Юлия Герасименко. Но для развития своего бизнеса харьковчане выбрали иной путь. Мы хотим внедрять экотуризм в Украине, в Харькове, развивать его. Прежде всего, в нашем городе, в городе Герои. Мы хотим принимать гостей на нашей экоферме, детей. Планируем устраивать экскурсии, дегустации. Ну и дальше, конечно, хотим развиваться. Хотим большое поле, большую ферму, чтобы людям было интересно к нам приходить, и они получали от этого удовольствие.